Добрый день! В один из солнечных мартовских дней мы отправились на автомобиле в Тазы-каньон. Тазы-каньон – один из самых красивых каньонов Турции, поражающий своей высотой и моржью. Тазы-каньон находится недалеко от Средиземноморского побережья, между Анталией и Сиде, в Национальном парке Кёп-Рюлю. Тазы-каньон имеет высоту 400 метров, и это просто поражает, насколько высоко и как же красиво вокруг него. Тазы-каньон был открыт и так давно, в 2017 году, и с тех пор туристы здесь только начинают появляться. Здесь место дикое, но мне и нравится из этого. В этой местности вы можете найти сосны, кипарисы, кедры, а также животных – оленя, волка, медведя, кролика, рысь, козла. Но так как по тропе к каньону одновременно идут много человек, которые шумят, то не переживайте, этих животных вы вряд ли встретите. Тазы-каньон находится выше каньона Кёп-Рюлю на 11 километров дороги, в Национальном парке Кёп-Рюлю. Очень живописное место, привлекает сюда очень много туристов. Дорога к каньону от Сиде занимает примерно полтора часа. Дорога проходит по трассе между Анталией и Сиде, и примерно в середине между ними, в районе города Серик, уходит с побережья в горы, мимо древнего города Аспиндос. Вся дорога в основном прямая, но после каньона Кёп-Рюлю от моста Алук начинается небольшой серпантин, минут на 30. Если вы едете на своей машине, то примерно за 2 километра вам предлагают взять в аренду квадроцикл или идти пешком. Эти 2 километра дорога грунтовая и с ямами. Далее, после 2 километров, вас ждет еще одна парковка для машин бесплатная. Именно отсюда тропа примерно метров 200-300 приведет вас к той самой спотровой площадке, с которой видно весь каньон Тазы как на ладони. Дорога очень интересная. Иногда навстречу попадали машины, но был рабочий день, и поэтому встречных и попутных машин было не так уж и много. Чем-то мне эта дорога даже напомнила Крым, дорогу на Ай-Петри. Иногда, то слева, то справа, открывались площадки, с которых видно было всю красоту. Но мы не очень много раз останавливались, чтобы посмотреть, фотографировать всего несколько раз. А так, был увлечен дорогой, смотрел на эти серпантины, и подъем все выше и выше и выше. Такое солнце было яркое, а вокруг красота. Да, давайте полюбуемся сначала на эту дорогу, а потом остановлюсь на одной спотровой площадке и покажу вам, какой открывается вид. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот это как раз одно из первых мест, где нам махали и предлагали взять в аренду квадроцикл. Но мы не стали его брать, а поехали дальше. Здесь дорога пошла немножко похуже. Местами до дороги были камни, и приходилось их аккуратно объезжать. А вот мы добрались до самого места парковки. Парковка бесплатная, поставили машину, и сейчас пойдем пешком смотреть. А теперь покажу. Демножко останавливались на смотровых площадках. И чуть-чуть поснимал фотографии и снял видео. Красота, конечно, обалденная. Над гора облака. Они даже получаются ниже гор. А вот и сам Тазик каньон.